ребят всем привет одна из подписчиц написала мне в соцсетях попросил нарисовать саванну рисунок это местность природы поэтому я решила сегодня ее нарисовать рисовать я буду на фоне заката беру средненькую кисточку я буду рисовать на маленьком формате у меня опять формата листочек вы можете взять листочек побольше например альбомные а4 формата или а3 формата еще побольше я беру белый цвет и можно так вот точечками поставить чтобы много не тратить его но не до конца лис . внизу немножечко оставляем место точечками поставила теперь немножечко намочу кисточку и смешиваете точки чтобы весь листочек ну почти весь листочек стал белым на то есть вот вот здесь расстояние немножечко внизу отступаем и не закрашиваем зачем я закрашиваю листочек белым цветом для того чтобы сделать закат чтобы были были цвета которые плавно переходят из одного цвета другой такие переходы на подобие градиента все я листочек закрасила пока он мокрый я быстренько кисточку промываю сейчас буду рисовать закат как я буду рисовать закат чистой кисточкой беру цвета которые мне больше подойдут для заката я возьму синий цвет я возьму синий цвет ставлю точечки наверху кисть промываю возьму еще вот такой цвет он как бирюзовый поставлю один рядочек точек дальше я возьму можно охра немножко взять охру так поставить дальше возьму шоу ты так он у меня немножечко засох и возьму наверное еще красные сделаю красный цвет внизу вот здесь уже чуть-чуть совсем все кисточку теперь промываю и чистой кисточкой важно чтобы она была чистая убираем воду с кисточки и чистой кисточкой вот так смешиваем наши точки мы так же много раз делали кисть теперь промываю смешиваю следующий цвет кисть промываю следующий цвет смешиваю и до конца все смешиваем теперь чистой кисточкой нужно сделать плавные переходы из каждого цвета я кисть промываю выжимая чтобы она была чистенькая и сухая и так вот плавненько мы смешиваем чтобы были переходы так мне не хватает красного я возьму еще вот здесь так добавлю чистой кисточкой теперь смешаю ну что чуть-чуть красненького не хватает за карте вот так вообще отлично получилось все кисточку промываю откладываю и жду когда у меня этот слой полностью высохнет и так вроде бы у меня немножечко подсох слой до цвет фона вроде бы все подсохло сейчас я еще нарисую нарисую землю нарисую дерево и нарисую животных землю я буду рисовать черным цветом на контрасте так беру черный цвет и закрашиваю вот здесь низ листочка где у меня будет земля итак землю я нарисовала кисточку большую промываю и и откладываю нам не больше не пригодится беру кисточку поменьше также черный цвет и черным цветом сейчас буду рисовать дерево так продолжаем рисовать дерево у меня немножечко связь потерялась рисуем дальше веточки можно рисовать вообще в произвольном порядке как вам больше нравится желательно чтобы кисточка была с очень тоненьким кончиком у меня вот сейчас нет под рукой такой кисточки и получается немножечко веточки не настолько тоненькие насколько хотелось бы поэтому если у вас есть очень тонкие кисти то у вас получится конечно же лучше чем у меня тоньше например вот вот и вот 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 так одну часть дерева я нарисовала сейчас я и вот здесь еще сделаю ветку то у меня будет вот сюда уходить здесь еще одно и 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 Продолжение следует... У меня получаются веточки немножечко толстенькие. Вы старайтесь делать, чтобы они были тоненькие-тоненькие. Я оставлю дерево таким, не буду больше ничего делать. Можно немножечко намочить кисточку. И мы рисуем листочки вот здесь вот так. Связь иногда пропадает. Я прошу прощения, но что-то у меня сегодня с интернетом. Вот так я добавила листочки. Все, кисти промываем, убираем. Она нам больше не понадобится. И сейчас я буду рисовать животных. Может быть одного, может быть два. Сейчас посмотрим, как будет получаться. Если в композиции достаточно будет одного животного, то я нарисую одного. Я буду рисовать слона, как по фотографии. Возьму кисточку тоненькой. Итак, ребята. Мы продолжаем рисовать слоника. Я перезапустила заново в видео. Так, я начала рисовать спинку слона. Мне нужно вот здесь добавить. Дальше рисую. Сначала отмечу примерно контур. И вот сюда пойдет хобот. Здесь будет хобот. Так вот примерно. И будет нога. Вот идет шейка, да? И вот здесь будет нога одна. Нога вторая. Здесь дальше рисуем. Тоже будет нога. И здесь еще четвертая. Так, закрашиваем сейчас черным цветом полностью. Так, мы продолжаем. Зарисовываем слоника. Так. Так, давайте посмотрим. итак вот такой слоник получился я сейчас к сожалению не посмотрю полностью ли записалось видео как я его рисовала или это было частично я заранее прошу прощения что получается но сегодня как по-другому нарисовать это не могу ребята именно на этом моменте мне пришлось прекратить съемку потому что у меня были большие приборы со связью смотрите рядышком если вы захотите если рисунок кажется совсем пустым можно добавить еще одного слоненка либо нарисовать например жирафика совсем другое животное тогда рисунок будет в принципе композиция будет заполнена можете оставить так ну такой рисунок следующее видео я попробую вам такого плана нарисовать еще какой-нибудь рисунок чтобы вы смогли попробовать и еще раз такую тематику я надеюсь уже будет у меня со связью все в порядке подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно всем кому понравилось это видео пишите комментарии что хотите чтобы еще и нарисовала пишите обязательно вместе порисуем ну и конечно же ждите видео к 23 февраля до открыточки я все это прессу и вам покажу тематические рисунки в школу либо в садик либо просто подарок своим родным и близким на праздник все всем пока спасибо за внимание